Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами об очень важном инструменте развития бизнеса, об очень важном умении, которое называется нетворкинг. В советские времена это называлось обзавестись нужными связями. На самом деле это умение правильно и с определенной целью знакомиться с большим количеством людей, то есть обзаводиться нужными связями. У этого умения есть, у этого навыка есть 10 правил, которые можно найти в интернете, с которыми можно подробно познакомиться. Но я бы хотела поговорить о том, как это делаю я, потому что чисто интуитивно, не изучая эту тему, я усвоила для себя несколько правил. Во-первых, у меня есть природная природный интерес и какое-то желание знакомиться с незнакомыми людьми. Мне просто доставляет удовольствие знакомиться с новыми людьми. Поэтому я чисто интуитивно делаю это по определенной схеме. Во-первых, я всегда знакомюсь с новыми людьми, особенно если я с ними нахожусь в одном информационном пространстве, например, на какой-то конференции или на каком-то мероприятии. Во-первых, я обязательно скажу что-нибудь приятное человеку о нем самом, не зная, как его зовут, что и обязательно поинтересуюсь, как ему это место или эта тема или организация этого процесса. И на почве этого вопроса у нас всегда завязывается контакт. И поговорив немножко с человеком об общей теме того пространства, где мы находимся, я говорю, давайте познакомимся. Возможно, мы когда-то можем быть друг другу полезны. И в этом случае на данный момент в основном, знакомясь, люди обмениваются номерами телефонов, перекидывая друг другу контакт. И честно скажу, я думала, что эпоха визиток уже отжила свое. Но на самом деле это не так. Если визитка, которой вы обмениваетесь в момент такого знакомства, о котором я говорила, и ваша визитка чем-то отличается от всех тех визиток, которые обычно люди друг другу раздают, стандартные, то конечно же ее никогда и никуда не выбросят. И вот я нашла тут одну из своих первых визиток старых. Хочу вам ее показать. У этой визитки есть уникальная история. Много-много лет назад, когда я экспериментировала и когда эпоха визиток была очень жива, я экспериментировала с разными визитками. Пришла к выводу, что визитка, которая расположена не так, как все, вертикальная, и на ней есть моя фотография, я цветные, не цветные, разные делала. На одной стороне только моя фотография и имя, а на другой стороне было написано то, чем я занимаюсь и чем я могу быть полезна. Причем там было написано я вам помогу двоеточие и перечислялось. Это было сделано, это был эксперимент, да, я тестировала визитки. Так вот, я одну такую визитку дала при какой-то ситуации. Человеку это было лет 12 назад. Проходит почти пять лет и вдруг мне звонит человек, благо я не поменяла номер и это тоже совет, не меняйте номер, если вы занимаетесь бизнесом, связанным с людьми. Так вот, почти через пять лет раздался звонок, мне позвонил человек и говорит, я нашел вашу визитку и вспомнил, что у вас есть какие-то полезные средства, потому что меня замучили и перечисляет проблемы, дискомфорты со здоровьем. Так вот, представьте себе, у него пять лет вот эта визитка, такая визитка лежала где-то и он ее не выбросил. Когда мы встретились и я его проконсультировала, я спросила, а почему вы так, вы все визитки так долго храните? Он мне сказал, нет, обычно я пересматриваю визитки и иногда их выбрасываю, но вашу визитку я не мог выбросить, потому что она с фотографией. Это все равно, как я бы выбросил вашу фотографию. Вот такая была история нахождения одного моего клиента. Есть еще у меня такое правило, которое мне, к которому меня приучил мой очень мудрый друг. Когда я наблюдала за тем, как он малознакомым людям, каким-то чиновникам, каким-то сотрудникам каких-то организаций, оказывает услуги, куда-то звонит, что-то выясняет, дает какие-то координаты, какие-то рекомендации. Я его спросила, а зачем ты это делаешь, зачем тебе возиться с этим человеком? И он мне отвечал, ты никогда не знаешь, когда тебе может пригодиться этот контакт. И лучше, если этот человек уже тебе чем-то обязан. И я это правило усвоила, поэтому я теперь точно знаю и так действую. Когда я знакомлюсь с людьми, например, со своими новыми клиентами, то я стараюсь им каким-то образом показать, что я могу быть полезной не только как консультант по здоровью и по образу жизни. И мои клиенты все знают, что ко мне можно обратиться и за советом, где найти хорошего врача или хорошего специалиста в какой-то области. И я могу подсказать по многим вопросам жизни какие-то выходы из ситуации, дать какие-то рекомендации или какие-то полезные контакты. То есть я считаю, что для того, чтобы обзаводиться большим количеством полезных связей в нашем бизнесе, я для своего окружения, для своих знакомых должна быть консультантом по максимальному количеству вопросов. И меня это всегда выручает. И кроме того, я конечно же всегда прошу давать мне рекомендации, потому что мне всегда интересно расширять круг своих связей, деловых связей. И когда я людям говорю, давайте обменяемся координатами, вдруг мы будем чем-то друг другу полезны и рассказываю, чем занимаюсь я, спрашиваю, чем занимается человек, с которым я познакомилась, то, как правило, мне потом это умение, эта техника пригождается. И я могу всегда позвонить человеку и сказать, вы помните, мы встречались там-то, я занимаюсь тем-то, и вы мне рассказывали о своем бизнесе или о своей должности, и вот я о вас вспомнила и хотела бы, если можно, обратиться к вам за советом или там еще за чем-то. Так вот, я поступаю именно так, я считаю, что это имеет прямое отношение к нетворкингу. И мы, я всегда помню одно правило, мы никогда не знаем, чем нам может обернуться новое знакомство. Вот сегодня я поделилась с вами своим личным опытом, я надеюсь, что он кому-то пригодится. Если вы стесняетесь, боитесь налаживать новые связи, сделайте это для себя как игру или как квест. Например, обозначьте для себя какое-то достижение или какой-то подарок за достижение. Например, за эту неделю познакомиться с 20 новыми людьми, заговорить, завязать контакты, познакомиться и тренируйтесь. Я уверена, что очень быстро вы начнете получать от этого удовольствие, и это станет очень полезным и ценным для вас занятием. Желаю вам удачи в развитии ваших нужных полезных связей. До встречи!